Каждое лето Селин, как и многие другие выходцы из Алжира, ездил на родину, пообщаться с многочисленной семьёй, приобщиться к истокам. В этом году пандемия коронавируса поставила на этих планах крест. Это были не просто каникулы. Главная цель этих поездок на родину – поддерживать отношения с семьёй. В отпуск я могу съездить и в сентябре, куда-нибудь в другое место. Без этой поездки я чувствую, что меня отрывают от камней. Алжир закрыл границы 17 марта. Пытки остановить распространение эпидемии. Для Захира, зятя Селин, который приехал во Францию шесть лет назад, невозможность поехать домой ещё более мучительно. Я, хотя и не очень долго нахожусь во Франции, но уже привык ездить каждое лето к своим. Как только Алжир откроет границы, я поеду минимум на две недели. Даже если работодатель меня не отпустит, возьму отпуск без содержания. Мне надо увидеть всех и убедиться на месте, что всё хорошо. Выходцы из Алжира – крупнейшая диаспора Франции. Её доля составляет 12,5% по данным ряда источников. Почему европейские страны открыли границы, а мусульманские – нет? Мы, выходцы из Алжира, не перестаём задаваться этим вопросом. Европейцы путешествуют, как им будет угодно, а у нас такой возможности нет. Многим семьям пришлось кардинально перестроить планы на лето. Отказаться от программы, запланированных ранее поездок, пришлось и Государственному агентству по продвижению культурных связей и путешествий. Мы были вынуждены отказаться от зарубежных поездок и предложить нашим клиентам открыть для себя красивые уголки природы в непосредственной близости. Что делать? Перед лицом обстоятельств надо сохранять спокойствие. Алжир – не единственная североафриканская страна, закрывшая свои границы для выходцев из Европы. Королевство Марокко также продлило запрет до 10 сентября. При этом въезд во Францию для граждан Марокко разрешен, тогда как для выходцев из Алжира нет, передают из Парижа наш специальный корреспондент Гиом де Жардан.